Молитвы Глудного Сына И меня сюда бы могли стать на это место И о блудном сыне рассказать Брошенные жену Или брошенные мужья Или мужья-рогоносцы Или кто-нибудь еще связанный с блудом Пострадавший от блуда Потому что блудный сын это конкретно блудный сын Это именно блудный сын То есть блудом мы называем Беспорядочную половую жизнь И правильно делаем Хотя корень этого слова Это слово блуждать Это однокоренное слово То есть человек не нашедший себя Блуждающий Туда-сюда ходящий Это человек блудный То есть можно блудить например в вере Когда человек лазит из церкви в церковь То иудаизмом займется То кришнаитом станет То упадет в мусульмане То упадет в пятидесятники Это тоже блуд Блуд это блуждание А человеку нужно встать на месте как дерево При потоке Как вот первый псалом пишет Что блаженный муж который похож на дерево Которое растет при потоках вод Дерево не ходит Дерево стоит Если будет часто пересаживаться То плода не принесет И вот нам нужно стоять на месте Говорит стойте в вере Говорит апостол Павел И много раз говорится Стойте Стойте мужественно Не двигайтесь Ни шагу назад Вот А блуд это блуждание Это вечное недовольство жизнью Вечная попытка найти себе что другое Это касается и противоположного пола И других разных вопросов Вот у нас блуждает сначала ум Есть такая ошибка Согласно которой люди считают Что плоть Она бесится Как бы душа Подчиняется бесящейся плоти Это неправда Плоть не виновата ни в чем Блудит душа Блудит ум Человек умом блуждает А потом вслед за ним Как рабыня за господином Как теленок за мамкой За коровой Уже потом идет тело Тело не виновно в блуде Виновно сердце Виновен ум Виновны глаза Виновен язык Когда человек хочет победить блуд То ему нужно сказать Не надо ему говорить Закопайся в землю по грудь Например Одень береги Одень пояс верности И закуйся в железо Это бесполезно Ему нужно сказать Не смотри порнографию Не ходи в злачные места Не общайся с блудниками Чтобы они тебе не рассказали Про свои подвиги И чтоб через уши твои Тебе в сердце Не зашло желание Повторить их гадость То есть уши Язык Глаза Это путь блуда Душа блудит А вслед за ней Блудит тело Вот пожалуй Уже и первое Травоучение С сегодняшнего дня Мы с вами вытащим То есть Если мы хотим Не блудить То мы должны беречь Глаза и уши И язык А потом уже Тело подчинится Тело вообще Послушное Орудие Верующие души Оно само по себе Никогда не бесится Оно бесится Только если Глаза открыты Уши распахнуты Язык не сдержан за зубами И сердце на распашку Вот тогда Тело начинает беситься Поэтому Берегите глаза и уши Не общайтесь с блудниками Не смотрите развратные Не слушайте разговоры О чужих Блудных подвигах И я вас уверяю Вы отсечете от себя 90% Рожжения Блудного И всяких безобразий Ну некоторые Может быть скажут Да ладно Это касается Малолеток Там А мне уже там 60 Там Это может быть там Это печет там Тех которых 45 Там 40 35 например А мне уже там скажет там 68 Второе нравоучение Скажу вам Блуд не имеет возраста Блуд может вцепиться во всякого человека Как священникам говорю Я когда-то Когда был пацаном Сапливом Я считал Что люди После 40 Это уже где-то динозавры А сегодня Когда мне уже 50 скоро Значит я знаю Что жизнь в это время Только начинается И я знаю Что в 70 лет Если я доживу до этого возраста Я буду думать так же Про 70 лет Как сегодня про 50 У блуда нет возраста Блуду все возрасты покорны Перефразирую Древнюю известную фразу Вам скажу Поэтому Возраст здесь Ничего не решает И Не думайте Даже больше скажу Молодые люди По возрасту своему Они еще Краснеть умеют Они еще Стыдятся Они еще не знают Ничего Они еще не опытные Они более целомудренные Часто Чем взрослые люди Взрослые Блудят Цинично Открыто Со вкусом И сознанием И взрослый блуд Это совсем другие вещи Поэтому не списывайте Ничего на возраст И знайте Что тема блуда Касается каждого человека Даже И старика Бывают такие случаи Вот Патерик рассказывает Про некого монаха Который достиг Старости глубокой И исцелял больных И приходили к нему Всякие там Мирские люди За молитвой За благословением И он говорит там Братьям в монастыре Братья Может быть мне Из монастыря выйти Подальше от вас Потому что мирские Заходят ко мне И вы смущаетесь Я подальше уйду от вас Пусть ко мне приходят Где-нибудь там Чуть-чуть вдали От монастыря Ему говорит Игумен Отец Не впади в блуд А он говорит Какой блуд? Я уже умер для блуда Я старик Говорит Дьявол не умер Говорит Да перестань Ладно Пусть будет Отселили человека Подальше из монастыря Стали к нему ходить Какая-то бесноватая девица К нему пришла Он ее исцелил Бес вышел Она его за это полюбила Прикипела к нему Мария Магдалина К Иисусу И Стали ему служить Раз Два Три Четыре В прошло время И она понесла от него И родила от него И он принес его ребенка В монастырь И сказал Братья Гляньте на это Дедё Это плод непослушательный И старик может Взбеситься Потому что блуд не имеет возраста Вот еще вторая вещь То есть нам нужно быть всегда внимательнее И не смотреть на возраст свой Сколько мы историй знаем Наверняка и вы знаете Я знаю много историй И каждый из вас знает много историй Когда бесились блудом люди с седой головой Люди, которые уже внуков имеют Заводились в молодых любовниц, молодых жен Бросали своих старушек бедных Которыми не прожили всю жизнь И уходили там какой-нибудь свиристелки Вы знаете это И я это знаю Поэтому вот вам второе Первое это было Глаза, уши, язык Хранить Это будет сильная вещь Значит Второе это то, что Блуд не имеет возраста Это Брех, не имеющий срока давности Как и сребролюбие Между прочим То есть оно Сребролюбие с возрастом нарастает Сейчас становится все жаднее и жаднее Вот В старости Самые жадные люди Это старики Они как хомяки тащат все в нору Это значит там и тащить то нечего может быть А они вот Накапливают Как будто будут вечно жить Им уж не нужно ничего У них уже со спиной смерть стоит А они все накапливают Это безумие человеческое Не думать про вечность А думать там про пенсию Там про какие-то еще вещи Как же и блуд Да такое вот человеческое безумие Да хранит Христос И меня и вас От этого безобразия Потому что оно Рядышком Оно здесь прямо стоит Это сегодняшние законы мира Есть маркетологи Которые так и говорят Хорошо Продается тот товар Который эротично рекламируется Поэтому Продают машину На ней лежит какая-то голая тетка Иначе не продается Какая бы не была хорошая машина Но запорожецца будет Голая тетка Она будет продаваться Запорожец будет лучше чем Майя Бахина и Садаси Потому что там где тетка голая лежит Там и продается А не лежит и продается Это вот Лежит мороженое Продается значит Просто покупают и продается Понимаете Это в корне нашей культуры Мы живем в блудном мире В мире в котором Блуд стал нормой Поэтому Берегите себя И будьте внимательными Ханжами не будьте Будьте серьезными Взрослыми Трезвыми Здоровыми Не будьте ханжами Не краснете как пятиклассница При каждом слове ненужном Но вместе с тем Имейте внутри стержень И знайте что Блуд это Главное стенобитное Орудие дьявола Это его оружие на нас У нас есть крепость души Внутри которой есть сердце Это храм нашей души Вот И он бьет наши стены При помощи в том числе Блуга Это очень мощное оружие Что еще скажем В писании говорится следующее Как спастись от этого безобразия Вообще Не аскетизм Между прочим Спасение от блуда Это брак Апостол Павел сказал Чтобы не было блуда Каждый имей свою жену И каждый имей своего мужа То есть Брак создан В том числе И для того Чтобы человек не блудил Вот запекло тебя Повидал что-то Почел что-нибудь На работе тебе пристал кто-нибудь Беги к жене И под бочок Это твое спасение Так же и жена Если вдруг жена прибежала к тебе И тормошит тебя И что-то хочет от тебя Не удивляйся Что-то случилось Мало ли что случилось Вот так надо Ты ей дан для того Чтобы она была тебе верна И не грешила за пределами семьи И она тебе дана Чтобы ты был ей верен И не грешил за пределами семьи Нужно понимать Эту великую пользу И святыню браку То есть Мне жена дана Чтобы я Больше ни с кем не спал И я ей дам для того же Чтобы она больше ни с кем не спала Дети Это уже потом Дети могут быть А может не быть Люди живут в браке например А вот нету А нету детей А живут И живут И хотят И молятся И живут И делят ложи А детей нет Потому что детей Бог дает Не хромосомы Не яйцеклетки Значит не сперматозои Детей дает Детей дает Бог И вот нет детей А брак ценен без детей? Ценен Брак ценен в любом случае С детьми Без детей Брак сам по себе Святой Это есть образ церкви Поэтому Чтобы не было блуда Каждый имей Своего мужа Свою жену И каждый имей Своего мужа Надо об этом думать Заранее Я повторю вам то Что однажды наверное Говорил уже Может быть неоднократно Не знаю только где Может быть и здесь В этом храме Под этим сводом Что когда рождается У евреев девочка То мама говорит ей Девочке Лежащей в колыбели Она маленькая еще совсем Скажем ей там Восемь дней Мама говорит Да благословит тебя доченька Господь Бог Отцов наших Как он благословил Сару и Ревека И да приведет тебя Папа твой Под свадебный Балдахин Это благословение Над девочкой Есть подобные Над мальчиком То есть только Родился человек А уже просит Мама Или папа О том чтобы Ты вырос Выросла И чтобы папа твой Не чужой папа Не второй папа Не дядя Вася Который вместо папы А папа твой Привел тебя за ручку Под свадебный Балдахин Это древнее благословение Над девочкой Которая рождается Вот в семье У нас Такого почему-то нету И мы Из-за этого страдали Мы Думаем Как-то по-европейски Что нужно там Карьеру, работу Там На самом деле Женщине Нужно выйти замуж Раз навсегда И чтобы Папа ее Ее папа А не чужой дядя Завел ее Под хуку Под свадебный Балдахин Потому что Семья Это есть Как раз берега Той реки Которая называется Жизнь Без этих берегов Уже нет реки Здесь только брязь И распутится Что еще про Брут скажем? Скажем то, что Редко кто От него избавляется Что На мытарствах Феодоры Например В этом известном Апокрифическом Чтении Про двадцать станций На воздухе Которые проходит душа По дороге К Божьему престолу Там Самое лютое мытарство Мытарство Блуда То есть Самые лютые Мытники Эти все Истязатели Грехов Те, которые Дань берут Спрашивают А ну-ка покажи-ка Жизнь свою А мы знаем про тебя И ты что пошел? К Богу хочешь? В рай хочешь? Ты наш? Иди-ка сюда Значит Наш Нам нужно Озаботиться тем Чтобы Уцеломудрить Своё сознание И отплатить Свои дуды Детские Юношеские Взрослые Сознательные Бессознательные Милостынями Молитвами И слезами И правильным воспитанием Детей Чтоб дети наши Не повторили то Что сделали мы Во время онов Чем дальше Будем жить Тем больше Будет Вообще жить Сложнее с каждым годом Вы смотрите что происходит Сегодня То что раньше Считалось недопустимым Вообще Об этом говорить невозможно было Сегодня Об этом не только говорят Это проповедуется Это Втолковывается Вдалбливается В сознание И людям И не думайте что мы Так сказать Защищены Вера нас защищает Но Не всех Одинаково И не всех до конца То есть наши дети Нам могут потом Что-нибудь такое Выдать такое Ну а что такого Подумаешь Девочка с девочкой живет Ну подумаешь Они же никому зла Не делают И ты слов не найдешь Чтобы отстоять Евангелие Не найдешь слов просто А как Я ей объясню А у нее уже Залезло в душу Паскудство какое-то Заляло Она уже это принимает Сама она не такая Но она это принимает Поэтому Детям нашим Чем дальше Тем хуже Мир не движется К лучшему Нам все Прогрессисты скажут Что мир развивается От худшего К лучшему От меньшего К большему От грубого К тонкому Ложь Мир не развивается Мир деградирует Прогресса нет Наличие телефонов Там мобильной связи Разных интернетов Это не прогресс Прогресс Это когда мужья Жен не бросают Когда жены абортов не делают Когда не нужны Дома престарелых Когда все старики На руках своих Детей и внуков Когда нищих Нет Когда милостыня Покрывает Несогласие Экономической ситуации Когда все Молятся Богу Когда сквернословие Не звучит Не только с экрана Но даже и Когда ты Пальцем По пальцу молотком ударил Вот это прогресс Такого прогресса нет Мир деградирует Когда вам скажут Мы развиваемся Усмехнитесь Горькой усмешкой И в сторону отойдите Нет прогресса Есть уничтожение человечества Человечество Уже выкопало себе Огромную яму И уже встало на ее краю И уже качнулось над краем Еще чуть-чуть И оно полетит туда А что нас держит? Только Господь Только Господь И Евангелие Поэтому сегодняшняя Неделя о блудном сыне Она нам дает Целый ряд этих штрясок Вообще об этом можно говорить целую неделю Целую неделю можно об этом говорить Еще скажу Смотрите как человек Забрал свою часть имени Как он быстро обнищал Он расточил все Живя блудно На далекой стране Все хотят быть богатыми Скажу вам несколько вещей Которые могут нас сделать бедными Хочешь быть бедным? Вот тебе несколько вещей В воскресенье работай Бери долги и не отдавай И заведи себе любовь Все Обнищаешь через пару лет Вообще До куска хлеба В Писании говорится Из-за блудной жены Обнищивают до куска хлеба Это факт Я это знаю По множеству примеров Которые я видел Собственными глазами Когда люди богатые Успешные Из-за шлюх Из-за гулящих девок Превращались в полное ничтожество И просили сигаретку на улице Дрожащими руками с утра Не было денег на метро У людей Которые еще год назад Там вращали фирмами Всякими Хочешь быть нищим Заведись у любого В воскресенье Работай А еще возьми кредит И не отдай их Все Ты бедняк через пару лет Сто процентов Клянусь Каждый хочет быть богатым Хочешь быть богатым Будь целомудренным Как-то в Америке вышла книжка Про миллионеров Там написано Мой, кажется, называется Мой сосед миллионер Это было, может быть, лет 7 назад Примерно так В таком разрезе В временном И там описывается Средний американский миллионер В общем, миллион долларов Это не так много на самом деле В принципе Так, конечно, ужасное количество денег Но в общем-то Это не так уж Чтобы ужасно было много Потому что у нас В России есть Миллионы миллионеров Добрых Вот И вот там описывается Человек Который Стал миллионером При помощи Упорного труда На второй половине жизни Например Человек Зубной техники Или человек Менеджер по продажам Что-нибудь Станковку Оборудован И вот он Копил Копил На его счете Вдруг Счет Приходит ему Вы миллионер Наконец ему 54 года И ему прислали У вас теперь миллион Вы официальный Миллионер Кто он? Таких людей В Америке много Кто эти люди? Эти люди Там описывается Психологический портрет Этого человека Никогда Не появляются На тусовках Не тусят То есть Они не танцуют По ночам В барах В клубах Нет их там Они Целомудренные И такие Знаете, как бы сказать Такие 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 Четыре раза Он неизбежно Вкутывается В суды Дележку имущества Всякие адвокаты Всякие Головняк Он никогда Не накопит Он все что накопил Все разойдется Психологический портрет Среднего миллионера Часы за 100 долларов Костюм за 100 долларов Машина там Среднего класса Сам Постригает Газон И у него Одна жена И жена тоже работает Как правило Учительницей Или там Кем-нибудь еще И он ходит Постригает Вот вам портрет Человека Который к 50-60 Может заработать миллион Законным образом Никуда не тратит Поэтому Хочешь быть В принципе даже Я так скажу Богатым хочешь быть Не блуди Блудники богатыми не бывают Блудники все нищие Они вечно в заемах Они вечно в судах Они вечно в долгах Они вечно с адвокатами Они вечно с прокурорами Они всегда в беде Блудники То есть блуд Рождает миллионы проблем Казалось бы Ну так вроде бы Мы дураки что ли Мы что не знали что ли Зачем нам это рассказываешь Мы и так знаем все Да мы не знаем ничего Мы постоянно наступаем На те же самые грабли Ченкачгук На те же грабли Два раза наступает У него 100 грабель Как бы и каждый раз На новые грабли наступают Эти грабли бьют по голове Пожалуйста Давайте поймем Что блуд Это величайшая беда Не нужно ядерной бомбы Не нужен наркотик Не нужен СПИД Не нужен там не знаю что Не нужно там Сифилис, трипер Это все потом Ничего не нужно Один только блуд Делает человека Дурным Бедным Несчастным И он потом в петлю полезет Потому что все те Которые повесились Порезали вены Бросились с крыши Легли под машину Стрельнулись в голову Это тоже были развратники Неразвратная душа Она мужественная Развратники трусы Развратники в последнюю секунду Слабину дают Кто мужественный Кто целомудрен Кто трус Кто развратный Развратная душа И умирать не умеет Она и жить не умеет И умирать не умеет Поэтому, дорогие христиане Глаза бережем Обязательно Оттуда все Враг заходит через окна Уши и глаза Это окна души Он залазит к нам через плоть Плоть покорится Я знаю, что моя воля Покорит мою плоть Я на мороз выйду Я в единую воду окунусь Я отожмусь от пола Я присяду, я не поем Я плоть свою усмирю Если глаза закрыты Если уши закрыты Если язык молчит А если язык болтает Глаза распахнуты Тогда нет Тогда плоть будет грешить Из-за блудной души Душа блудит, а не плоть Плоть только покоряется Ну и все остальное тоже Вспомните, когда будете идти домой Подумайте об этом Это тема наша, взрослая Но через год, два, три Она будет темой наших детей Детям, которым сегодня десять Через три-четыре года Это будет их тема Потому что они в телевизоре В интернете, в гаджете Такую дрянь увидят Которую вы в их возрасте Никогда не видали Никто из нас Которым сегодня Сорок, сорок пять, пятьдесят Пятьдесят пять Там тридцать восемь Никто из нас В свои тринадцать лет Таких дрянь не видал Которые сегодня Смотрят открытыми глазами Сопливое дитё Они такое видят Чего старик никогда не видал Есть люди Которые прожили всю жизнь И такого не то что не видели Они не слышали об этом Если бы им сказали Они бы не поверили А вот сопливые дети наши Они сегодня через гаджет Могут такое увидать И к такому привыкнуть Что потом ты их никак не спасёшь Вот не спасёшь ты Оно зайдёт Через глаз В сердце Там заживёт Как яблоко Красивое снаружи А там червяк Грызнул Смотришь Он там ползает Как залез По черенку По череночку В самую серединку Знаете Разломишь яблочко Красивое А там червяк Вот такой червяк Может заползти в жизнь Наших детей Через гаджеты Давайте будем думать об этом Давайте будем беречь их Никто нигде нам этого не скажет Только святая церковь И только в святой середине В неделю о блудном сыне Будьте богатыми Будьте сильными Будьте здоровыми Знайте одну жену Жены знаете одного мужа У кого не так Кайтесь В грехах своих Чтоб дети ваши Ваших грехов не повторили Когда будет умирать человек То Если например женщина скажет Вот умирает женщина Окружили её дети Внуки, правнуки И она им скажет Дети мои Внуки мои Я кроме вашего папы Дедушки Прадедушки Больше мужчин не знал И всё что зачала Всё родила Никого не убила То это будет святая женщина Которая будет уже на пороге рая И мужчина так же Если будет умирать И скажет Дети, внуки мои Послушайте меня Вот мать ваша Вот моя жена Вот ваша мать Бабушка Прабабушка Вот я кроме этой женщины Не знал никого И всё что мы зачали Всё родили Это будет святая душа На пороге рая Вот давайте Будем к этому стремиться Потому что Дьявол Разрушит всё До конца Под ноль Подчистую Только через блуд Без бомб и ракет Одним блудом Всё уничтожим А мы не дадимся Мы с вами По крайней мере Мы с вами Как верующие люди Должны сопротивляться Эта борьба Всем известна Она тяжёлая Она очень тяжёлая В Печерской лавре Был такой святой Иоанн многострадальный Который Имел такую Брань с блудом Что он не мог смотреть На человека Любого Мальчика Девочку Мужчину Старика Старуху Любое лицо В нём рождало Такие фантазии Бесовские Что он не знал Куда деваться Он закапывал себя По грудь В землю На весь Великий пост Не ел Не пил И в темноте Пещерной Сидел Чтобы как-то Эти все фантазии В нём погасились Дьявол к нему Приполз к нему И проглотил его голову И он Изнутри этого Этого змея Этого огненного Закричал сильно-сильно Иисусе 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 Где ты Господи мой И значит Явился ему Господь И дьявол исчез И он говорит Ну где ж ты был так долго Говорит Я тебя испытывал Я тебя проверял Я тебя лечил Надо было вылечить душу То есть Это жуткая брань Это жутче всего остального Святой Златоуст Например Вот помните эту историю Про Юношу Иосифа Который В Египте Был объектом Домогательства Богатой женщины Представьте себе Пацан Молодой пацан И взрослая женщина Он раб Она хозяйка Она вся разодетая Умащенная Благоухающая Подкрашенная Такая Сякая Ну Красавица А он раб И пацан И подвластный человек Мальчишки Они вообще Будут тянуться И без всяких там Этих самых Дополнительных вещей А тут как бы Она госпожа А он мальчишка Он в руках у нее И она говорит ему Спи со мной В открытую Ложись со мной И тащит его День за днем тащит его Он говорит Я Бога боюсь Я Бога боюсь И он от нее Уходит постоянно В конце концов Она так его тащит Что она одежду с него срывает Он почти что голый Убегает от нее И потом он говорит Он хотел меня изнасиловать И он в тюрьму сажается За целомудрие Сел в тюрьму За то что был верный Богу И не пронул Хозяйскую жену Так вот Златоуст говорит Гляньте на этого человека А теперь гляньте на трех отроков Которые были в печи Вавилонской Там был огонь Идол Люди Там Кимвалы Там эти значит Мусикийские орудия И вот их бросили в печку Они не поклонились идолу Говорит Я думаю Златоуст говорит Что Иосиф В опочивальне своей госпожи Перетерпел Гораздо большее искушение Чем три отрока Которых бросили в печку У тех была просто печка А у этого была печка пострашнее Это был блуд Это был соблазн на блуд И он вытерпел И он больше чем те три Представляете какая война вообще С собой С развратом Со всеми этими штуками Которые Вокруг разводноверчив Ведь наша цивилизация Это цивилизация Денег и блуда Вот в прошлую неделю Мытарь, фарисей Там деньги между ними Мытарь Деньги любит Фарисей тоже деньги любит Они сребролюбцы Наша цивилизация Цивилизация Любви к деньгам И к блуду Больше В ней нет ничего Только любовь к блуду И любовь к деньгам Все В этих двух словах Исчерпывается полностью Наша цивилизация Выскребывается до донышка Там больше нет ничего Блуд и деньги Деньги и блуд Все С любым безбожником поговорим У него в башке Только блуд и деньги И вот мы с вами Христиане Должны понимать Где мы живем И как должны жить Должны иметь защиту От этого И от этого Деньги не Бог Бог на небе Деньги это мусор Они Бог даст Буду деньги Не даст Потерпим И блуд это не счастье Это не смысл жизни Это Оружие Лукавого На меня и на тебя Вот то что Можно сегодня сказать В неделю О блудном сыне А вообще конечно Там Такая Вообще Как Господь смог Так В одной странице текста Столько сказать Последнее что скажу Сказка о Буратино Золотой ключик Это притча о блудном сыне Тоже Это притча о том как он Ушел И вернулся То есть это Это тоже Притча о блудном сыне Только растянутая Как бы на много страниц И расшифрованная В виде сказки Вообще Вся литература Этот самый Лихачев говорил Вся русская литература Выросла Как из зернышка Из притч о блудном сыне И В мировой литературе Несчесть произведений В которых Идея блудного сына Является главной фабулой Согрешил Ушел Набрался ума Заплакал Вернулся Это На этом построена Вся жизнь человечества В одной этой притче Вот такой Господь наш Он Сказал два слова И в них Вся вселенная Поместилась Но Вернемся К последнему На прощание Не блудите Берегитесь Блуда Бегайте блуда Павел Всякого блуда Не только Плотского Но и головного Потому что Блудить Это блуждать Ходить туда-сюда Бродить Себя не найти А может быть так А может быть здесь мое счастье А может быть здесь Вот блудят люди Плавают Встань на месте И стой как солдат И расти корнями вниз Чтобы Распустились ветви И плоды перенести Мы Деревья Мы не блуждающие огни Мы деревья При потоках воды Аминь Целуем крест С Богом Павел С Богом Павел С Богом Павел